Здравствуйте, дорогие друзья! Христос Воскресе! Сегодня у нас вторник после Светлой Седмицы. Этот вторник в богослужебной практике называется Радоницей, когда мы впервые после Страстной Седмицы, после Светлой Седмицы начинаем молиться за упокой наших родных и близких. Напомню, что традиция ходить на Пасху на кладбище строго осуждается Церковью, как не носящая в себе некого богословского осмысления праздника Пасхи. И вот сегодня о Радонице, о поминовении усопших, в принципе, о явлении заупокойного мира мы поговорим с нашим экспертом, отцом Николаем Зининым, настоятелем храма святого мученика Трифона. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! Ну, сразу перейдем к разговору о смерти. Вот в течение Светлой Седмицы мы празднуем то, что смертью, смерть Христос победил. Попрал. Попрал, да. Разорвал узы ада, преодолел то самое разъединение человека с Богом, о котором мы говорили и в прошлый раз, и во время Страстной Седмицы. Мы говорим о том, что на Пасху не положено ходить на кладбище. Вот какое богословское осмысление, оправдание этого мы находим? То есть, как вы, например, своим прихожанам объясняете, почему на кладбище мы не ходим в Пасху и на Светлой Седмицы? Ну, уж тем более, как бы в само Пасхальное воскресенье более логично быть в церкви. И то воскресенье, которое мы празднуем, мы его празднуем всей церковью. А Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Поэтому, если ты хочешь быть со своими родными, близкими, почившими о Боге рядом и поближе, то надо их искать не на кладбище, а именно в церкви на богослужении. Потому что именно там церковь собирается воедино. Мы говорим, что те христиане, которые почили о Боге, это церковь торжествующая, и те христиане, которые живут здесь пока, церковь воинствующая. Но в праздник Пасхи, мне кажется, обе эти церкви соединяются в едином ликовании. Поэтому, если ты хочешь быть ближе с родными, надо быть в церкви, а не на кладбище. В этой связи была интересная традиция у наших русских царей. Они христосовались со своими усопшими предками. Но так как гробницы в основном были в соборах... Тут далеко ходить не надо. Не надо было, да. Они, в принципе, не только душевно, духовно, но и мощами своими пребывали в храме. И, может быть, как раз эта традиция несколько исказила подход. Мы бежим на кладбище и оставляем там еду какую-то, или еще чего хуже, сами начинаем там выпивать, есть, объедаемся и так далее. Хорошо. Но вот в этой связи тогда вопрос еще такого плана. Очень часто задают вопрос о так называемом частном суде. То есть, понятное дело, что будет суд Божий во время второго страшного пришествия Господа Иисуса Христа. Там все встанут, и живые усопшие, и рядом, и каждый даст ответ, и за каждое праздное слово, и за каждый поступок, и так далее. А вот что такое частный суд? Иногда мы в церкви... Мне кажется, телезрители даже, может, многие недоумевают по этому поводу. Да, что это значит? Просто в основном в сознании людей есть третий день, девятый, сороковой. А уж как они интерпретируются, с церковной точки зрения, мало кто вообще, я думаю, знает. Просто знает, что это важные какие-то дни. Давайте подскажем. Да. Почему мы... Тут лучше, наверное, построить нашу беседу так, что вы подскажете, а я буду другую точку зрения высказывать. Потому что мне вот не совсем... Я так понимаю, мы эти дни берем по аналогии с земной жизнью Христа. Потому что на третий день он воскрес, а на сороковой день он вознесся на небо. И мы какие-то аналогии можем и отсюда вот почерпать. Но что меня поражает, Новый Завет и вообще Священное Писание, оно очень мало, а может быть и совсем не уделяет внимания загробной жизни. Рассказу о загробной жизни. И вот, допустим, насколько я знаю, житие, не житие даже, а видение блаженной Феодоры, оно даже цензурой русской православной церкви не допускалось к печати в свое время, когда она только появилась. А сейчас у нас повсеместно. А сейчас это чуть ли не учение церкви. Вот блаженной Феодором и Тарство, чуть ли не учение церкви ранковой заведено. Хотя это частное мнение частного лица, даже не причислено. И тут еще очень важно понятие того, что это даже не некое учение, а это все-таки какое-то видение. То есть так же, как мы, например, сталкиваемся с проблемой трактования последней книги Библии Апокалипсис, потому что она... Видение. Откровение. Она так и называется. Откровение Иоанна Богослова. То есть это книга, построенная на видениях, на каких-то неосознанных, неизъяснимых человеческим языком образах. Поэтому, как любой образ, как любой символ, может быть истолкован как угодно. Ну, не то, что как угодно, по крайней мере, минимум двояко. Поэтому здесь вот, да, то есть когда было какое-то видение, оно может быть действительно основано на каком-то очень глубоком духовном переживании. Но когда, к сожалению, у нас современные христиане идут по пути упрощения всего, ну то есть, что такое пост? Это воздержание от мяса, из коронной пищи. Что такое молитва? Ну, молитва это по мультфослову, утром, вечером взял, прочел. Что такое загробная жизнь? Ну, это вот мытарство. Почитай про мытарство. Да, почитай про мытарство, все поймешь. При этом мы в Евангелии открываем, например, Евангелие было незнакомо с грехом алкоголизма, с грехом, ну хотя винопитие мы, да, слышим у апостола Павла. Но из уст Христа мы не слышим, например, осуждение, там, курение. Потому что просто этого еще греха не было. А в мытарствах мы уже очень четко находим, что вот. За этот грех. Вот здесь ты припнешься, здесь ты припнешься, да, ты здесь споткнешься и так далее. Ну, оставим в сторону вот этот разговор. Ну, а это очень тесно, мне кажется, связано и с тем, что, допустим, согласно неким преданиям частным, до такого-то дня душе показывают райские обители, а потом до сорокового дня обители ада. И вот меня всегда удивляло такое несправедливое отношение, что райские-то обители... Всего девять дней? Да, нет, получается шесть дней, потому что до третьего дня душа якобы пребывает еще в нашем каком-то измерении. А адские-то обители, получается, тридцать один день. Ну, вот, мне кажется, перевес неправильный. Потому что в раю-то больше есть что посмотреть, чем в воду. В воду-то смотреть нечего. А это вообще, в принципе, очень интересная тенденция того, что мы в Антихриста больше верим, чем в Христа. И упор делаем именно на муки, а не на радость. Да, да, да. На грех делаем упор больше в покаянии, чем на отсутствие какой-то добродетели. То есть я там, например, сквернословлю, вместо того, чтобы сказать, что из моих уст редко излетает какое-то доброе слово. А это, в принципе, форма, которая рождает содержание, содержание отношений к жизни, к Богу. То есть мы не осознаем грех как отсутствие некой добродетели. Поэтому вот почему-то обходит стороной Христос эту тему. Не рассказывает, где он будет пребывать. Он говорит, меня убьют, и я воскресну. Это уже мы сердцем и Духом Святым осознаем, что Христос сошел в ад и попрал. Вот мне нравится этот глагол. Попирать это, растаптывать. Ну как-то вот надругаться, растоптать, уничтожить. В этой связи очень интересная последняя книга вами любимого отца Александра Шмемана «Литургия смерти». Вы не читали? Вышла относительно недавно, в 2013 году. Это, в принципе, книга, это сборник лекций. Лекции, посвященной как раз литургии смерти. И вот я почему о ней вспомнил, потому что вы сказали, что, в принципе, у христиан отсутствует всяческий интерес к смертному, к посмертному существованию душ. Отсутствовал до какого-то момента. Да, да. Современная духовная практика, она вот почему-то опять культивирует интерес именно к этому. Да, а раньше вот если мы посмотрим на жизнь апостольской общины или первых христиан, скажем, там, первого, второго, третьего века, Что такое похороны? Похороны взяли и передали просто усопшего Богу. Все. В книге «Деяния» очень есть яркий момент, когда утаили часть денег члены общины, и апостол Петр их порицал за это, они умерли. И тот же, по-моему, отец Александр Шмеман говорит, поразительное отношение к смерти. Пришли отроки, взяли и закопали. И да, и больше не ужаса. Не ужаса, не каких-то вот плачей особых, потому что это все проявление человеческого, слишком человеческого. И если мы говорим даже вот о чине отпевания, то я тут тоже согласен с отцом Александром Шмеманом, что пасхальная-то радость, вот на Пасху, особый чин даже отпевания на Пасху, и песнопение пасхальное, Христос воскрес, эта вот радость затерялась как-то со временем. У нас современный чин отпевания более такой скорбный. Вот на Пасху только осталось. Хотя осталось общее христианское желание умереть на Пасху. Но не потому, что это некая будет радость великая, вот да, что, ну, в принципе, что... А потому, что сразу в рай можно было. Да, что не надо будет мытарство проходить, грехов не надо будет никаких своих искуплять, а потому что врата Царствия Божия сейчас открыты, сейчас все умирающие попадают сразу в Царствие Божие. Хорошо, а вот такой вот вопрос, неожиданный, может быть, даже в ходе нашего разговора. Разговор о клинической смерти. То есть, есть у нас труды, жизнь после смерти, например, достаточно известный труд, по-моему, протестантского какого-то ученого, я плохо помню фамилию, который описал, там, не знаю, 100 или около того случая клинической смертей, да, когда человек возвращался оттуда, что называется, да, и повествовал, что вот он видит некий светлый тоннель, что он чувствует невероятную благость, радость, вот. А потом, когда он возвращается, то есть он, он, даже некоторые расстраивались тем фактом, что его как бы оттуда дернули сюда. Да, да. Вот что у нас вообще, в принципе, есть, какое суждение по поводу клинической смерти и тех видений, ну, и по поводу вот этих вот книг, и само вообще понимание того, что происходит с человеком во время клинической смерти. Сталкивались вы где-то? Я считаю, что это вот является просто одним из доказательств и таких подсказок со стороны Бога людям, для которых нужны именно этот опыт пережить, чтобы уверовать. потому что, когда ты сталкиваешься с такой реальностью, что, действительно, ты видишь, как тебя оперируют, и можешь потом врачам рассказать, как кого зовут и кто где резал. Вот в такое, когда ты такой опыт пережил, уже невозможно быть неверующим человеком. Хотя бы отрицать, что душа у тебя есть. И вот мое мнение, что Бог дает это именно тем людям, которым по-другому было бы сложно стать верующими людьми. Мы с вами беседовали в неделю пасхальную, что блаженны, Христос говорит Фоме, блаженны, кто не видел и уверовал. Видимо, некоторым людям надо увидеть что-то, пережить какой-то тяжелый такой опыт, болезненный, но который позволит им приобрести веру. Мы же не видим, что это повсеместное явление, что каждый человек переживает клиническую смесь. Это точные какие-то вот, просто современное человечество информацию собирает более плодотворно, чем в предыдущие времена. И этот опыт можно описать и как-то структурировать, но он как раз позволяет понять, что душа реально существует, духовный мир. — Батюшка, а вот такой еще вопрос. Немножко вернемся к тому, о чем мы поговорили до этого. Я просто что-то неожиданно перешел на клиническую смерть, как-то возник вопрос. Потому что он часто в том числе возникает и у людей, которые приходят в храм. Мы вы сказали, что разделение достаточно условно на третий, девятый, сороковой день. Слишком обмерщенно, слишком поверхностно, неглубоко понимать вот эти дни как некую заставу, когда человек проходит там какие-то мытарства и так далее. Мы сказали, что, ну, по крайней мере, к этому нужно относиться не то, что с отрицанием, но очень осторожно, как любое частное суждение. Его нужно рассмотреть, можно рассмотреть глубоко, но не нужно обмерщать. И все-таки тогда встает вопрос. Вот сегодня Радоница. Мы не молились, получается, в общей сложности 14 дней. — Надо уточнить, что мы молились все-таки. — Ну, да. — На литургии-то мы поминаем усопших все равно. — Да, то есть, ну, мы говорим о том, что на пасхальной седмице не ездим на кладбище. Вот, на пасхальной седмице... — Особых каких-то мы этого ословия не совершаем. — Да, да. Не было совершаемых панихид, заупокойных литий. Вот. И вот мы возвращаемся к этой молитве. Каково основание молитвы за упокой? На чем основы? Зачем мы вообще, в принципе, молимся об упокой? — Кстати, некоторые протестанты ведь обвиняют русскую церковь православную. — Ну, в принципе, православную церковь. — Да, что вообще не надо молиться. Но мое глубокое убеждение, что раз уж мы считаем, что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых, и сам Христос нам об этом говорит, то молитва за живых является молитвой за усопших, в том числе. Раз у Бога живы все, значит, все наши усопшие родственники, близкие люди, которых мы любим, они не могут выпасть из области нашей молитвы, нашей заботы, нашей памяти. И это является исполнением церкви, единством церкви, не только здесь живущих, но и всех когда-либо живших людей на земле. Объединяет Христос. И церковь учит, что конечный исход, какое-то определение от души, оно будет произнесено в час суда. Да, Христос говорит, я приду второй раз на землю, и все мертвые воскреснут, и всех живых соберу, и будет понятно. Вот участь человека, она станет просто очевидным, мне кажется. Не будет там суда с присяжными, с париками, с молотками, с вилами, сковородками тем более. Но будет некий момент суда, как говорит апостол Павел, огнем искушается, и какое дело устоит. Если ты строил из соломы и дерева, то это сгорит, если строил из камня, то это устоит. Но даже интересный момент, даже если ты строил из камня, все равно в огонь придется войти и испытать. Видимо, даже это больше нужно нам самим понять, из чего я строил. Пока мы через огонь не пройдем, мы не поймем, видимо, из чего ты строил, из камня или из дерева, из соломы. То есть я правильно понимаю, наши молитвы все-таки носят ходатайственный какой-то характер. Конечно, конечно, даже вот, извиняюсь, перебью, когда ты молишься за живого человека, ты же не ограничиваешь суд Божий о нем, ты просто просишь помочь, изливаешь тем самым свою любовь. Так же и молитва за усопшего, этот человек мне близок, он жив, но он уже не может покаяться, он уже сам не может ничего изменить. И в этой связи вот мне приходит аналогия, как человек попал в прорубь. Вот можно же остаться на берегу, ты же, ну, чтобы ему помочь, надо и самому, может, запаскиваться, и рискнуть. А можно остаться в стороне и сказать, что кто попал в прорубь, тот уже не имеет, он уже не имеет сил выбраться сам самостоятельно. И мы можем его оставить вот на волю судеба, вдруг там что-то произойдет, и он выберется сам. Или, к примеру, уже его участь предрешена. Вот мне нравится, у нас в семинаре было занятие по языческим культам. И вот, допустим, северные народы, населяющие нашу родину, у них, если упал ребенок даже в воду, его нельзя доставать. Вот они плывут в лодке, если кто-то выпал, или взрослый, или ребенок, значит, духи воды его забрали, и если ты достанешь, они на тебя прогниваются. То есть вот такой фатум, свалился человек в воду, не доставай его оттуда. Христианское видение абсолютно другое, да, наоборот, мы даже вот человек, который совершает такой подвиг, там, вот, там, поляна имени Грушина даже названа, да, человек бросился в воду и вынул этих детей, там, тонущих из воды. Вот это христианское видение мира, а языческое, ну, раз так произошло, значит, вот, не делай лишних там движений, значит, этот ребенок забрал вот дух воды. В этой связи очень интересно, кстати говоря, разделение города, древнеязыческого города, на город живых и город мертвых. То есть есть город живых, в котором живут, в общем-то, живые, и есть некрополь, куда как раз за ограду города живых, за ограду, за стены города уносят мертвых, усопших. Христиане в этой связи, это отмечает в том числе как раз отец Александр Шмен в своей книге, они произвели колоссальную революцию, они вернули усопших в города живых. То есть у нас даже сейчас в нашем городе, в городе Самар, как минимум, даже не одно кладбище, по-моему, три, да, есть еще на въезде с Новосадовой, там, и так далее. То есть у нас есть нонсенс, мы хороним в храмах, то есть мы приходим в Покровский собор, да, здесь вот митрополиты похоронены. Мы приходим в монастырь, в Иверский монастырь, на его территории тоже. Даже некрополь был. Тоже и был некрополь, и до сих пор вот есть могилы отца Иоанна Букоткина, там, и так далее. Очень трезвое отношение к смерти, очень трезвое отношение к тому, что вообще смертью, в принципе, смерть это не точка в человеческом существовании, да. То есть очень трезвое отношение к тому, что человек, он как геометрический луч, да, то есть он имеет точку начала, но не имеет конца. Поэтому в этой связи, так ли уж важно, что происходит на девятый, на сороковой день. И как вообще там время течет после смерти? Это, кстати, тоже интересно. Потому что мы живем в рамках этой вселенной, и у нас более-менее вроде известно, как время течет. Но после перехода за эту грань смерти, как течет время там? И в этом плане мне очень нравятся догматические размышления нашего преподавателя в семинаре, отца Вадима Кикина, который очень, мне кажется, интересно сказал, что нужен ли зал ожидания для душ, которые умерли на людей? То есть будут ли они ждать второго пришествия, или они после смерти оказываются в этой точке временной, уже пришествия Христова? Потому что Христос же сказал, что мертвый воскреснут, услышат голос Сына Божий. Потому что вот эта концепция ожидания наша очень человеческая, потому что время-то еще не пришло второго пришествия, она не до конца вот описывает, она рождает такие ложные учения, как католическое учение об чистилище. Раз время там еще есть, значит, можно в нем побыть, чтобы потом определиться. Или даже учение православной церкви о предвкушении. Святые отцы говорят, что человек, умирая, уже или предвкушает блаженство, или предвкушает муки. Вот это и есть частный суд, как мне кажется. Потому что одно дело, когда тебе позвонили, сказали, завтра за тобой зайдут приставы, и ты уже в предвкушении каких-то мук, или кто-то придет наказывать тебя. И налоговую декларацию не подал. Или тебе объявляют, что завтра ты получишь приз. Какой-то вы выиграли приз, завтра приходите. И ты целый день проводишь в предвкушении радости. Или тебе завтра лечить зуб нужно. И ты в предвкушении мук. И вот это предвкушение, оно тоже уже является или мукой, или радостью. Но еще не конечное определение. Потому что на самом деле только во второе пришествие Христа все станет очень понятно и четко. И мне вот очень нравится такая концепция, что умираем и оказываемся там. Мы не знаем, когда придет Христос второй раз. Но вот наша биологическая смерть, успение наше, успение — это сон. Мы называем наших покойников уснувшими. Усобшими. Усобшими, уснувшими до второго пришествия Христа. Такой сон. Мне кажется, зал ожидания не нужен. Мы воскреснем, услышав Сына Божия, Его слова, глаз Архангела и трубы. И это будет или исполнение того предвкушения радости, или исполнение того предвкушения мук. Потому что святые отцы говорят, Христос, Бог — это солнце, которое сияет одинаково на всех. Кого-то оно будет жечь, кого-то будет греть. Согревать. Это зависит от нашего выбора здесь, на земле. И от нашего покаяния, соответственно. Спасибо, батюшка, за ваши ответы. Опять-таки, тема неисчерпаема. О ней можно говорить много и не в одной передаче. Как и любая. Как и любая. Те, в которой мы затрагиваем. Да. Ну, а мы сегодня прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. И резюмируя весь наш разговор о молитве за упокой, хочу сказать следующее, что, безусловно, нужно выходить на более глубокий план, более глубокий уровень понимания духовной реалии. Духовность — это всегда некая тайна. Когда мы пытаемся себе объяснить молитву за упокой только принесенным хлебом на канон, или поставленной свечкой, или перечисленным списком наших усопших в обедне или в проскомиде, мы так или иначе несколько умаляем подлинное настоящее содержание того, в чем нуждаются наши родные и близкие. Наша молитва за упокой — это всегда явление любви. Любви по отношению к тем, кого мы, может быть, сейчас похоронили. Есть замечательные слова в Ветхом Завете. «Крепка, как смерть, любовь». Есть одно чувство, которое превозмогает, попирает, побеждает смерть. Мы, собственно, и Бога исповедуем не справедливостью только лишь, но исповедуем любовью. Есть одно чувство повыше справедливости — это любовь. Потому и молимся за упокой наших родных и близких, что Господь есть больше любовь, чем справедливость. По справедливости все мы достойны ада. По любви достойны иногда и прощения. По любви нашей к нашим родным и близким Господь рад прощать им согрешение их. Дай Бог, чтобы наша молитва об упокоении, равно как и о здравии наших родных и близких, была содержательной и глубокой. Храни всех вас Господь, Христос воскресе, воистину воскресе Христос. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok